С момента своего возникновения Российская Федерация открыто заявила о своей приверженности делу создания государства, основанного на принципе верховенства права, основным приоритетом которого является уважение к правам человека. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принцип закона». Сегодня в выпуске. 2009 год равных возможностей. Как сейчас живут наши инвалиды? С какими проблемами сталкиваются? Об этом нам расскажет героиня нашего сюжета. Некачественная китайская продукция на российском рынке. Стоит ли покупать ребенку китайскую игрушку? Что по этой теме говорят эксперты? Эти вопросы обсуждались на пресс-конференции в РИА Новости. Властями столицы принято решение о прекращении точечной застройки. Кому это выгодно и что по этой теме думают простые граждане? Скупой платит дважды. Купив продукты с рук, рискуете поплатиться своим здоровьем. Такова реальность несанкционированной торговли. Десятки исторических зданий Москвы находятся под угрозой, практически на грани исчезновения. Как бороться за сохранность исторических наследий? Эту проблему обсуждали на пресс-конференции в усадьбе Лорис Меликовой. Присвоение статуса инвалид обладает юридическим и социальным смыслом, так как предполагает определенные особые взаимоотношения с обществом, наличие льгот, получение выплат, ограничение дееспособности. Некоторые специалисты рассматривают инвалидность как одно из форм социального неравенства. Инвалидность – не свойство человека, а препятствие, которое возникает у него в обществе. 2009 год – год равных возможностей. Как люди с ограниченными возможностями живут сегодня? Смотрите в нашем сюжете. Каждый человек в своей независимой жизни на самом деле полностью или иногда зависим от других. Инвалиды нуждаются в помощи других для выполнения каких-то действий в большей степени, чем остальные люди. Они имеют равные права на участие во всех аспектах жизни общества. Но не всегда общество принимает таких людей. О своей судьбе нам рассказала Татьяна Кулакова. Я родилась инвалидом с опорно-двигательным аппаратом, врождённым уродством нижних конечностей. После нескольких операций в детстве меня поставили на костыле. Невозможно, будучи здоровым человеком, представить себе все трудности, с которыми сталкивается инвалид, вынуждены передвигаться с помощью коляски. Непреодолимые препятствия подстерегают его на каждом шагу. Коляска-инвалида – это единственное связующее звено между жизнью в четырёх стенах и остальным миром. К сожалению, коляска, которую для Татьяны представила Организация социального страхования, тяжёлая и неудобная. Вот этот фонд предоставил нам эту коляску через завод «Кораль». Медвежью услугу сделали, короче говоря, я ни одного раза не могла ей пользоваться. Коляску мне вот дали такую, что её не сдвигать. Сотрудники Организации социального страхования интервью нам давать отказались. Очень обидно, что мы с об этой властью куда-либо не обратились, нигде никто не обращает внимания на нас вообще. И никакие проблемы наши не решаются. Вот даже просто прогулка по городу невозможна. Просто невозможна. Вот. А почему? Почему мы должны сидеть дома? Почему мы не можем любоваться своим городом? Выехать как-то, чтобы были какие-то удобства? Нет никаких условий для человека ни выехать из подъезда, ни спуститься, ни подняться на тротуар. Ну, вообще транспорт не предназначен. То есть у нас, у инвалидов, очень-очень много проблем, которые не решаются городом. Расхожая фраза «автомобиль не роскошь» для человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретает особый смысл. Главной автомашиной для инвалидов России стала двухцилиндровая АК. Но не всем она подходит. А АК – это для меня не машина. Я, во-первых, ее не выезу. Во-вторых, там нельзя положить инвалидную колеску. Ограниченные возможности людей накладывают свой отпечаток на характер. И, пожалуй, самой яркой чертой становится желание быть нужным и полезным. В подавляющем большинстве такие люди хотят и могут работать. Да, работа сейчас, вот если даже и есть что-то, ну, 3-5 тысяч. На них тоже не поживешь. Это ниже прожиточного минимума. Я обращалась, и есть кооператив-помощник, женский деловой совет. Потом еще есть у нас бюро по трудоустройству. Ну, вот, ну, нигде, ни в одной точке нет работы надомной. Нигде. Вот куда бы я ни обращалась. А то, что печатают в газетах, это все несерьезно. Во-первых, это одни мошенники печатаются, которые норовят инвалидов эксплуатировать бесплатно. Каждый гражданин должен понять простую истину. Инвалиды, к сожалению, будут всегда. И наше общество должно быть единым для всех граждан без исключения. Если каждый поймет, что он часть целого, то общество станет гуманнее. Тема о вреде китайских игрушек сейчас, по мнению представителей организации, особенно актуальна. Потому что в связи с финансовым кризисом в стране может повториться ситуация 1998 года, когда в Россию по серой схеме поступали неконтролируемые потоки игрушек из Китая. Чтобы предотвратить болезнь ребенка, подчеркивают эксперты, игрушки надо покупать не в отдельных торговых точках, а в специализированных магазинах и требовать от продавцов предъявить сертификат качества. В РИА Новости обсуждалась тема китайских игрушек на российском рынке. Общественная организация «Зеленый патруль» представила экспресс-анализы качества китайских игрушек, продаваемых в России. Как оказалось, каждая пятая игрушка имеет потенциальную угрозу для здоровья ребенка. Характеристиками таких товаров являются дешевизна, низкое качество продукции и специфический запах. Здоровью российских детей они могут принести серьезную проблему. Более подробно эту ситуацию обсудили спикеры встречи. Я, допустим, беру вот игрушку, наиболее, скажем так, для нас представляет опасность, это игрушка, которой детишки бренчат и так далее. Естественно, они ее запускают в рот. Самое удивительное, что на нее нанесена, кроме того, что материал вообще запрещен для детей, на него еще нанесена краска, которая, в принципе, так или иначе попадает детям в рот. И, да, игрушки, не рекомендую, просто-напросто советую, чтобы взрослые присмотрелись к таким погремушкам и все-таки хотя бы просто не покупали их в данном случае. Далее, наиболее опасность представляла у нас игрушка, это вот эта черепашка. По этой теме также выступил директор Института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислав Кучма. Отклонение это вот именно по санитарно-химической, вот то, что Андрей Николаевич сказал, так сказать, там, красители, пластификаторы, физические факторы, шум действительно, так сказать, достаточно часто дает, яркие, так сказать, вспышки, это тоже, так сказать, распространено, и органолептика. Это, я думаю, что они не просто так, уже без упаковок, они, скорее всего, без упаковок для того, чтобы ушел запах. Собравшимся журналистам предоставили видеоматериалы с контрольными закупками тех самых игрушек, представленных на общее обозрение и суд. Вы можете посмотреть, как выглядят опасные для здоровья ребенка игрушки. Вот эти у вас игрушки китайского производства, да? Нет, у нас всю китайского производства. Вот мы это выбрали. Мне не нравится, что вы обычный покупатель, и здесь снимаете. Не прекратите снимать. Своё мнение о китайской некачественной продукции высказал Игорь Ступаков. Общение с этими игрушками, действительно, Владислав Ильич уже говорил об этом, что чаще всего это действительно аллергическая реакция. Но нельзя забывать, что у них бывает и отсроченная реакция, то есть, которая возникает не сразу в момент контакта ребенка с игрушкой, а они могут возникнуть позже. То есть, все и поражения печени, поражения желудочно-кишечного тракта и тому подобное заболевание. Я не могу сказать, что действительно все китайское производство, все китайские игрушки, они плохие. Нет. Много очень, очень много хорошего, но тем не менее встречаются такие вещи, которые просто не допустим. Эксперты подчеркнули необходимость полностью запретить поставку опасных игрушек в Россию, но отметили, что сделать это будет крайне сложно, потому что в этой области Китаю принадлежит 70% российского рынка. Поэтому пока детям остается надеяться, если не на сознательность государства, то хотя бы на сознательность своих родителей. Принятое властями решение о прекращении точечной застройки в городе уже исполняется на практике. При этом речь идет как о центре, так и о ее периферийных районах. По мнению специалистов, такое решение столице выгодно, поскольку позволит стабилизировать цены на недвижимость. В настоящее время правительство Москвы готовит специальный распорядительный документ, дающий определение точечной застройки и регламентирующий все вопросы, связанные с нею. Поскольку эта тема и для городских властей, и для горожан крайне чувствительна, готовящееся распоряжение проходит согласование со всеми заинтересованными инстанциями. Эти проекты сегодня разрабатываются. До начала 2010 года они должны вступить в действие. То есть 1 января 2010 года до этого времени они должны быть разработаны, приняты Московская дума и вступить в действие. И когда эти правила и генеральный план, актуализированные, законно будут приняты и вступят в действие, невозможно будет никаким образом использовать точечную застройку, потому что будут определены те зоны, которые уже, скажем, зарезервированы и которые уже только могут строиться с точки зрения развития социальной инфраструктуры и те зоны, которые будут развиваться заново. Ужесточен подход и к точечным домам, на которые инвестиционные контракты уже были оформлены. Если контракт начал реализовываться, объект будет закончен. А вот если строительство, на которое есть все необходимые бумаги, еще не началось, то проводится дополнительная экспертиза. Ее цель – определить целесообразность возведения того или иного здания в извинившихся условиях. Глядя на рост выступлений недовольных, защищающих пространство под своими окнами, возникает вопрос – почему, если представители правительства Москвы столь упорно говорят о прекращении точечной застройки, возмущение граждан возрастает? Я против точечной застройки. Это безобразие вообще. Против, конечно, потому что там уже негде, они один на одном. Очень сильно против. Территории придворовые абсолютно не рассчитаны на такие дома. Здесь уже сейчас загромождено все машинами, проехать невозможно, пройти тоже, с колесками тем более. Постоянный шум звучащий, он очень негативно воздействует на ребенка в частности и мешает, безусловно, нормальному ее сну и нормальному функционированию вообще, как таковому. Против застройки мешает, окнам людям не видят белого света. Я против постройки домов, они мне мешают спать. Новые порядки, как уверяют городские чиновники, никоим образом не ущемят интересы нуждающихся в жилье москвичей. Принято решение, что почти половина строящихся в Москве квартир будет направляться на социальные нужды, отдаваться очередникам и другим льготным категориям граждан. Стоимость жилья в мегаполисе сегодня определяет рынок. Сейчас, как считают чиновники, рост уровня спроса достиг точки насыщения. К 2020 году в Москве планируется построить 70 миллионов квадратных метров жилья. Исходя из этого, московские власти прогнозируют, что резкого скачка цен на жилье быть не должно. Наиболее вероятный сценарий, по их мнению, состоит в том, что квартиры будут дорожать в пределах показателей инфляции. Несанкционированная торговля и обилие контрафактной продукции волнует правительство Москвы и горожан уже давно. Шаурма, трикотаж от неизвестных производителей, нелицензионные DVD и CD-диски – все это можно увидеть на улицах города каждый день. В последние годы несанкционированная уличная торговля у метро на автовокзалах приобрела массовый характер. Большинство горожан уже привыкли к лоткам на остановках общественного транспорта, где все товары продаются по 10 рублей. Вследствие такой торговли на улицах города появляются несанкционированные свалки мусора. Но мусор – это еще не самое страшное. Большое количество продукции, продаваемой в неположенных местах, непригодных к употреблению. Очевидно, относительная дешевизна товара является привлекательной для покупателей, которые совершенно не задумываются о его качестве и о последствиях здоровья. Причем речь идет не только о единичных фактах продажи бабушками, редиски или петрушки собственного садового участка, а о профессионально организованных, постоянно действующих торговых точках. Хозяева таких лотков продают разнообразный ширпотреб, начиная от домашних тапочек, очков, до детских игрушек неизвестного производства. Продают такие товары, как правило, люди без медицинских документов. Ведь совершенно понятно, что подобные товары, ввозимые с нарушением транспортирования и реализуемые нелегальными продавцами в антисанитарных условиях, не могут быть доброкачественными и безопасными. А что по этому поводу думают жители столицы? Ну, конечно, да, это неправильно. Все же должно быть легально. Отравить даже можно в магазине, так что и там рискованно, и тут рискованно. Травится в основном водкой. И если они этим занимаются и успешно, значит, кто-то у них это покупает, и покупает, делая самостоятельно выбор, что он идет на этот риск. Я считаю, что, ну, конечно, безусловно, должны быть какие-то стандарты и правила на торговлю, но я думаю, что для определенных видов продукции, во сколько они имеют спрос, так же и не имеют предложение, необходимо как-то это все решить, то есть санкционированно, санкционировать. Работа по преодолению несанкционированной торговли в городе ведется, однако результаты не впечатляют. Незначительные штрафы, взымаемые из торговцев, фактически никак не действуют на ситуацию. Уплатив штраф, нарушитель немедленно вновь возвращается к своему ремеслу. Горожанам, прежде чем покупать товары или фруктово-овощную продукцию в местах несанкционированной торговли, которую предлагают в буквальном смысле им на каждом углу, стоит хорошенько подумать, приобретать ли здесь то, что не прошло необходимой проверки. При возникновении претензий к качеству продукции защищать права потребителя будет сложно. Десятки исторических ценных зданий находятся под угрозой, практически на грани исчезновения. В их числе старинные палаты 17-го столетия и дома, где некогда жили известные представители отечественной интеллигенции. Подробнее об этом в нашем сюжете. На пресс-конференции в усадьбе Лорис Меликовой присутствуют представители Всероссийского фонда культуры и организаторы выставки. Их проблемы пересеклись. У одних чиновники хотят отобрать старинный дом, в котором работники трудятся с конца 80-го года. И это после того, как фондам было затрачено 85 миллионов рублей на реконструкцию. А другие стали горой на защиту культурного наследия Москвы. А это не память, они доказывают в суде. И вот все судебные решения и все судьи, как сговорились, это вот никакой памяти федерального значения. Он никакого значения для статуса собственности не имеет. Это просто так, как типа того. Почему так происходит? Есть предположения у академика художественной критики Алексея Клиненко. Чиновников. Вот их на солнышко и на всеобщее обозрение. Вот они, голубчики. Вот они, коррупционеры. Вот почему Россия теряет историко-культурное достояние. Вот почему Москву мы уже потеряли. Вот сейчас уже теряем Питер. Познакомимся с этой проблемой поближе. Выставка демонстрирует все типичные угрозы и факторы, вызывающие гибель памятников московской старины. Заброшенность и отсутствие внимания со стороны властей и арендаторов – псевдореставрация, в результате которой подлинные объекты заменяются бетонными новоделами. Рассказывает Рустам Рахматуллин. Здесь сразу два стенда посвящены усадьбе Кузьминки. Усадьбе Кузьминки, в парадной части которого ведутся такие довольно торжественные реставрационные работы. А не на виду в глубине усадебного двора и в глубине парка стоят померанцевые оранжереи и египетский павильон. Совершенно изумительные памятники московского ампира. Вот уже много лет они находятся в таком состоянии, что было связано с передачей кузьминок из ведения ветеринарной академии в ведение города. Кстати, многие объекты, представленные на выставке, имеют долгосрочных арендаторов. Правда, найти их не так просто. По этой теме Юлия Мизенцева сказала следующее. Идея, она вообще как бы существовала давно. Еще летом, пожалуй, у нас в комьюнити, когда, даже не летом, а весной, когда произошла ситуация с Хитровкой, и люди пытались Хитровскую площадь отстоять, но и до сих пор пытаются. Уже тогда были идеи у нас в сообществе о том, чтобы создать такую выставку, представить объекты, которым что-либо угрожает. Вот, залита эта идея, как-то вот доросла уже до идеи выставки. И когда пришел Константин Михайлович, и выставки против лома, они, в принципе, были о том же, но проводились в 99-м, 2003-м годах, и, соответственно, предложил сделать совместную выставку, ну, как бы решили, что пришла пора. Цель – это показать вот те объекты, которые можно спасти и привлечь к ним дополнительное внимание. Вот, другая, ну, и сделать это достоянием общественности. Другая цель, конечно же, выработать, может быть, какую-то стратегию вообще вот со стороны обычных людей. То есть очень много обычных горожан, которые говорят о том, что мы бы хотели помочь, но как? Вот такие вопросы задаются часто. Какова же причина этой ситуации? Алексей Клименко считает, что именно в нашей культуре. У нас культура, следовательно, и культурное достояние на последнем месте в числе приоритетов. Вы среди национальных проектов услыхали слово «культура»? Не было такого слова и не будет, потому что никому из тех, кто там наверху всей этой иерархии, это не нужно. По этой теме москвичи высказывают свое мнение. Я считаю, что их нужно сохранять и реставрировать. Это же наша история, и это лицо города, естественно, нужно их сохранять. Нельзя без памятника, без архитектуры. Это наше все, наше будущее, детей, нам всем все это нужно. Их вместе, чтобы их разрушить. Я это считаю вообще грубо. Это разрушение. Вы же видите сами. Вот я сейчас проезжала, там один дом, от него осталась одна только стена. Одна стена. Это называется что? Реконструкция? Что это? Я считаю, что нужно оставить центр такой, какой он есть. Только реставрировать. Я совершенно согласен с моим другом. Потому что это нарушает облик Москвы, вообще смысл разрушать памятники. Это просто безобразие, я считаю. Что те люди, кто это делает, они не уважают историю, не уважают нашу прежнюю культуру. Архитекторы, они возлагали свою мысль, творчество. И то, что хотят новые архитекторы создать, они должны создавать сами. Можно где-нибудь их поставить в другом месте, допустим. А исторические памятники думают, что нужно будет сохранять. Категорически против, конечно, потому что я родилась в центре города Москвы, на Арбате, вот я дома, Цветаевый музей. И, конечно, когда я прихожу даже туда посмотреть, что творится с теми разрушенными домами, мне становится жутко. А то, что творят с Москвой сейчас, это просто ужас. Это плохо. Москва должна оставаться такой, когда ее когда-то построили. И в центре, мне кажется, должны остаться частички той Москвы, которой она когда-то была. Конечно, очень против. Совершенно облик Москвы меняется, и нужно его, так сказать, пытаться сохранить. Так что мне это очень не нравится. Если дело пойдет так и дальше, то наша столица потеряет историческое лицо и превратится в каменные джунгли. Как говорил древнеримский политический деятель Марк Тулий Цицерон, знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл. С вами была программа «Принцип закона». Свои вопросы вы можете присылать на электронную почту. Адрес указан на ваших экранах. И помните, закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующая опыт людей на благо общества. Берегите себя. До встречи через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует...